Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии работы Динары Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Трагедия в Михайловском родильном доме. 105 молодых карагандинцев будут служить в пограничных войсках Казахстана. Сразу 4 автомобиля столкнулись сегодня на трассе Сарань-Караганда. Трагедия в Михайловском родильном доме. Накануне здесь при странных обстоятельствах скончались женщина и ее ребенок. В их смерти родственники винят врачей. Что на самом деле произошло, попытались выяснить наши корреспонденты. Она на своих двух ногах сюда пришла. Мы ее теперь сегодня с морга забираем. Сестра погибшей Гульза Тасанова до сих пор не может прийти в себя из-за случившегося. Никто и подумать не мог, что счастливой и здоровой матери двоих детей не станет. Смерть, уверены родственники, не случайность. Операцию сделали, матку удалили. Вот причина. И мы не знаем причину. Вот мы ищем врачей. Мы здесь сейчас в кошку-мышку играем. По словам родных, молодая женщина пришла в больницу в среду. В этот же день у нее отошли воды. И только спустя четыре дня, в субботу, роженицы сделали кесарево сечение. Ребенок родился мертвым. Не приходя в сознание, через шесть часов пациентке сделали вторую операцию. После которой 39-летняя Бабихан умерла. В том, что не стало моей мамой, это вина врачей. Потому что они не смогли ничего сделать. Теперь мы будем судиться с ними. Нам даже не сказали, что будут делать операцию. Дочь и муж погибшей уверяют, что в смерти виноваты врачи, которые проводили операцию. Как говорят родственники, они не давали разрешения делать кесарево сечение. Они разрешения не брали. Здесь родные были, родственники были. Я не знаю, у кого они их брали. Я не знаю. С самого утра родные погибшие и наша съемочная группа пытались узнать, что послужило причиной сделать сразу две экстренные операции. Однако ответ на этот вопрос мы так и не услышали. В это время директор Михайловского роддома Саулия Манбекова попросту испарилась в стенах самого здания. Саулия Батырна, а чего она прячется? Чего она боится? Саулия Батырна не прячется. А чего она спрошит? Смотрите, она сама нормально ответит. Если вы... Это она назначила, что ей дали, что ей операцию... Это же все она же назначила? Пусть она сама выйдет, сама ответит. Сама Саулия Манбекова так и не удостоилась выйти и объяснить, что же на самом деле произошло с пациенткой во время родов. Вместо нее пыталась ответить на все интересующие нас вопросы руководитель отдела охраны материнства и детства. Просто дело в том, что когда уже назначили индукцию, у женщины уже отмечался подъем температуры. Естественно, тут уже прямые показания для кесарево сечения. Тут уже ни о какой тактике выжидательной речи быть не может, потому что идет уже угроза жизни этому ребенку. Как объяснила Гульжан Байкубекова, только после тщательной экспертизы и патологоанатомического исследования родственники смогут узнать причины смерти. Мы будем следить за развитием событий. Динара Сартаева, Кайрат Рашитов, Бахтияр Аспанов, Первый Карагандинский. Сразу четыре автомобиля столкнулись сегодня на трассе Сарань-Караганда. Крупное ДТП произошло около 10 часов утра. Авария значительно затруднила движение на дороге. Четыре иномарки сегодня утром не поделили дорогу. Как результат, владельцы Chevrolet, Opel и Volkswagen изрядно потратятся на ремонт авто. К счастью, в сокновении никто не пострадал. В машинах сработали подушки безопасности. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Они-то и выяснят, кто стал виновником ДТП. Каждые 10 секунд на планете умирает заядлый курильщик. Каждый третий четверг ноября по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечается Международный день отказа от курения. В этот раз мы его встретим 21 ноября. К этому дню в Казахстане приурочена декада по профилактике табакокурения и популяризации здорового образа жизни. Курить бросим яд в папиросе. Этот лозунг Владимира Владимировича Маяковского актуален сегодня как никогда. Казахстан борется за здоровый образ жизни. Во властном наркологическом диспансере прошел расширенный семинар, посвященный проблеме табакокурения. Были приглашены заместители директоров учебных заведений, представители департамента внутренних дел и отдела образования. Табак и здоровье человека – вещи несовместимые. В настоящее время общее признано, что табакокурение и последствия табачной интоксикации являются одной из ведущих предотвратимых причин заболеваемости, инвалидности и смертности в странах с высокой распространенностью табакокурения. Гламурный кальян на свай распространяются среди молодежи. Но они наносят больший вред, чем сигареты. Самый простой эксперимент. Дым от 400 сигарет пропустили через воду. Это 20 пачек. Вода стала чернее чернил. Эту субстанцию прокипятили и получили приличный кусок смолы со всеми убийственными примесями. Как могут после этого работать легкие? Даже у молодых. Сегодняшний день в областном наркологическом диспансере состоит на диспансерном учете всего 712 человек. Из них 620 подростков с табакокурением в зависимости от табака. Из этих 620 подростков на долю девочек приходится 134 человека, а на долю юноши 486 человек. На психологическом практикуме очень наглядно было продемонстрировано, что к табачной зависимости не надо делать много шагов. Она приходит сама. И оправдание, вроде брошу, когда захочу, очень похоже на детский лепет. Просто надо сказать каждому курильщику прямо сегодня – нет сигарети. Это невыгодно. И тогда табакокурение, которое вместе с Америкой открыл Христофор Колумб, уйдет навсегда из нашей жизни. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Свято место долго не пустовало. В рядах городских депутатов пополнение. Вместо Владимира Сергеева, который полгода назад сложил свои полномочия на внеочередной сессии, представили новую народную избранницу. Из трех кандидатов на депутатское место в 30-м избирательном округе победителем стала 30-летняя Марина Галяс. Она набрала 86 с лишним процентов голосов. На сегодняшний день в Карагандинском городском Маслихате Марина – самый молодой депутат. Теперь станет представлять интересы некоторых районов Майкудука. Она работает методистом госпредприятия «Шахтер», состоит в партии «Нур-Отан» и вместе с супругом воспитывает дочку, а также прекрасно владеет государственным языком. Спасибо вам за доверие, дорогие избиратели. В будущем будем работать вместе и будем работать для народа. Еще раз благодарю всех. 105 молодых карагандинцев будут служить в пограничных войсках Казахстана. Осенние проводы призывников прошли на площади у Вечного огня. Подробнее в сюжете Алина Акбаева. Организовали торжественную церемонию отправки в армию молодых призывников управления по вопросам молодежной политики и департамент по делам обороны Карагандинской области. С напутственным словом выступил зам Акима Карагандинской области Бесенбайжа Мабеков. Он пожелал молодым призывникам за годы воинской службы приобрести много полезного в профессиональном и личном плане и закалиться духовно и физически. Не обращаясь к призывникам, я хотел бы сказать, будьте достойными их подвигов. Продолжайте славные традиции, заложенные на наши уважаемые киражные. Не сомневаюсь, что вы верные своему конституционному и гражданскому долгу будете достойно нести службу воинских подразделений. Среди призывников есть Жалхас Абдыханов. Молодой парень очень рад, что со здоровьем все в порядке. Его призвали на службу. Он с гордостью хочет защищать родину. К тому же в будущем новобранец планирует продолжить карьеру военного. Я рад, что призывник в этом году, то, что годен, со здоровьем, все в порядке. И вот мои ребята, вот здесь стоят ровесники, призывники. Все здоровые, можете спать спокойно. С честью будем хранить тишину нашей родины. Служу Казахстану. Перед призывниками бойцы подразделений карагандинских воинских частей продемонстрировали свои профессиональные навыки. Алина Акбаева, Жасулана Мандыков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. В Караганде объявлено штормовое предупреждение. По данным филиала КАЗ «Гидромет» по Карагандинской области 20 ноября 2013 года местами метель, усиление ветра 17-22 метра в секунду, утром местами туман. Населению рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей, одеваться соответственно изменениям погоды. По возможности воздерживаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. В Астане прошел финальный розыгрыш призов среди налогоплательщиков Казахстана, пользующихся средствами интернета. Осенняя акция, длившаяся три месяца, завершилась. Наибольшее количество счастливчиков, ставших обладателями смартфонов, оказалось в Карагандинской области. Сентября по ноябрь налогоплательщики, получившие в ЦОНЕ электронную подпись и оплатившие с ее помощью налоги за транспорт, имущество, землю, автоматически становились участниками розыгрыша ценных призов. Подобная акция проводилась с единственной целью – наиболее широко и быстро внедрить возможности электронного правительства среди казахстанцев. В онлайн-режиме наблюдали сотрудники и гости розыгрыш. Ценные призы ждали и карагандинцев. 15 человек стали счастливчиками. Это самое большое количество выигрышей. И не случайно сотрудники Карагандинского областного ЦОНЕ провели колоссальную работу по пропаганде и внедрению электронного правительства среди налогоплательщиков нашего региона. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Певец из Караганды Адам на днях вернулся домой, но ненадолго. Совсем скоро участник международного конкурса «Новая волна» в Юрмале готовится снять новый клип. О планах и не только он рассказал нашему корреспонденту. Творчество Адама началось на профессиональной сцене с песни «Жол». Когда-то свои первые концерты в Караганде он давал на табуретке перед родными. Правда, зрителей было немного. Пока в одном караоке-баре Астаны он не встретил своего первого продюсера. Попасть на конкурс «Новая волна» была давней мечтой Адама. По-настоящему решиться ему помог продюсер. Было страшно, признается певец, но назад идти уже было нельзя. Время торопил, сразу двум богам не служил. На самом деле очень страшно полуфинал. В финале у нас 10 дней у нас было такого жесткого тренинга, когда мы каждый день с 11 до 11 ночи репетировали. Даже когда я выходил в первый день, я стоял за сценой, я выступал после кубинца. Я стоял за сценой, у меня был полный решимость сейчас выйти, порвать. Вот я сейчас выйду, и я просто завладею всей публикой. В планах у Адама записи новых песен и участие в украинском конкурсе «Восточный базар». Сейчас идет подготовка. Между тем певец раскрыл нашим телезрителям один из важных способов бороться с депрессией. Если вы хотите побороть какую-то хандру, наверное, кто-то это делает, углубляясь в работу, кто-то делает это, читая книги или отвлекаясь как-либо. Я считаю, что у каждого есть все-таки свой какой-то рецепт, есть какая-то своя таблетка, которую можно преодолеть. Но моя таблетка – это труд, я ухожу полностью в работу. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения 10 безработных из Сарани получили специальный слесар-механик. Эта профессия сейчас востребована на предприятиях. Подробнее в репортаже Алина Акбаева. Все 10 участников, которые прошли переобучение по программе «Занятость-2020» успешно трудоустроены на предприятиях. Сарань Коммунсервис, КАС-центр электропровод, Рута, Карат. По заявкам 7 работодателей Сарани проходит обучение 29 человек по техническим специальностям. В следующем году они будут трудоустроены на предприятиях, с которыми были заключены договоры. «Ощущается дефицит рабочей силы, поэтому в рамках программы мы отремонтировали 85 квартир, и в эти 85 квартир к нам переселились 85 семей. В общем, количеством 232 человека. Взрослые члены семьи трудоустроены, дети ходят в детские сады и в школы. То есть, в общем-то, вот мы видим конкретный результат. Ну и хотел бы сказать, что программа в нашем городе работает, наши жители, жители нашего города, они конкретно сами видят положительные результаты работы этой программы». Одной из участниц программы была Анастасия Дорог, студентка 4-го курса Саранского гуманитарно-технического колледжа. Девушка проходит практику на предприятии КАС-центр электропровод по специальности техник-механик. По словам участницы, она сама выбрала техническую профессию, в дальнейшем хочет работать на этом заводе. Кроме того, молодежная программа оплачивает 40 тысяч с деньгей в месяц. «Мы здесь уже почти полгода. Очень нравится. Преколепное предприятие, очень хорошие условия. Здесь прекрасное оборудование. И в дальнейшем я бы, конечно, хотела работать именно здесь». А вот Руслан Арсаев тоже участник программы, студент Саранского гуманитарно-технического колледжа по специальности электрик во втором поколении. Здесь он занимается в лаборатории и получает знания в области электричества. К тому же обучение проходит бесплатно. По словам парня, он в дальнейшем планирует работать электриком, как его отец. «Работать по профессии, стараться повышать знания и получать еще высшее образование». Больше ста спортсменов из Казахстана и Кыргызстана принимали участие в турнире на призы олимпийского чемпиона Серика Сапеева. А лучшие боксеры получили премии по четырем номинациям. Подробности в следующем сюжете. Этот республиканский турнир проходил в Караганде уже второй раз. В нем принимали участие больше 120 спортсменов из разных городов Казахстана. В этом году на соревнования даже приехали перспективные молодые боксеры из Кыргызстана. «Это второй турнир, посвященный на призы Серик Сапеева. Серик Сапеев – это самый титулованный боксер Казахстана. Все знаем его достижения. Двухратные меры, двухратные мировые азии, чемпион азиатский, чемпион олимпийский. Это, конечно, на протяжении 10 лет он был сильнейшим боксером в мире». Организаторами турнира были присуждены премии в номинациях. За лучшую технику ее получил спортсмен из Караганды Канат Сангил. Приз зрительских симпатий взял Нурбол Султанбай из Жесказгана. Номинацию за волю победы премию получил Бахаджан Джайлыханов из Караганды. «Это соревнования – это для мальчиков трамплин, для больших достижений спортивных целей. Серик Сапеев также начинал маленьким мальчиком, где и боксер был на таких турнирах. И отсюда идет рост боксеров». В общекомандном зачете Карагандинская область заняла первое место. Восемь золотых медалей получили наши спортсмены. Второе место заняли боксеры из Астаны. На последнем месте участники, которые приехали из Кыргызстана. Николай Кровец, Алжас Габасов, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин